Уважаемые зрители, добрый вечер. Меня зовут Гаврила Светлана Юрьевна. Я работаю в сфере обучения и развития персонала. И с 2016 года я исследую тему наставничества в широком смысле. В этом году я начала писать книгу по этой же теме. И сегодня я представлю небольшую часть из нее. Сегодняшняя конференция посвящена ошибкам умных людей. Но одна из таких ошибок как раз попасть под влияние лженаставника. И я расскажу о некоторых характерных проявлениях лженаставников в различных сферах. А также о том, как можно лженаставника определить. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, первая сфера – это религия. А если быть точнее, то секты. Предварители сект используют всевозможные религиозные догматы в качестве основы своей идеологии. Например, у Дворникова Александра Леонидовича в его книге «Исследование и сектоведение» есть достаточно много примеров различных сект, в том числе и тоталитарных, которые появились в прошлом веке. Именно там встречаются лженаставники. Сейчас на слайде вы видите одного из современных представителей – бог Кузя, который осуществлял свою деятельность в нашей стране. Но более подробную информацию вы можете, если интересно, найти в интернете. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде представлены те последствия, которые человек может поиметь, если он попал в секту. Все они связаны, как правило, с потерями. То есть это потери денег, потери социального статуса, семьи, здоровья и, к сожалению, жизни. В конце описан случай из такой мировой практики. Очень серьезная трагедия произошла в конце 70-х годов, когда погибло несколько сотен человек. Ну, вернее, не погибло, их убили. Либо они сами умертвили себя, находясь под влиянием одного из таких уже наставников. Следующий слайд, пожалуйста. На слайде сейчас перечислены те признаки и примеры, которые позволят распознать такого лженаставника. Ну, во-первых, лженаставник делает слишком весомое заявление о своих сверхспособностях, о единственном верном пути, который он представляет. Если вспомнить предыдущий слайд с Богом Кузей, то он напрямую заявлял о том, что он является Богом. Второй признак лженаставника, как правило, он критично или нетерпимо относится к представителям других религий, к других течениям или школам. Следующий слайд, пожалуйста. Третий. Ну, этот факт крайне неприятен для современного человека, но это есть. К сожалению, лженаставник эксплуатирует своих последователей, подвергает их всевозможным унижениям и делает из них рабов. И четвертое. Лженаставник в своих рассуждениях задействует такие мыслительные модели, последователи, которые связаны с инерцией мышления, поэтому ими очень легко управлять и внушать те мысли, которые должны быть внушены. Вот на слайде вы сейчас видите наиболее часто используемые модели, но более подробную информацию о них вы можете найти в литературе по системному мышлению. Следующий слайд, пожалуйста. Обучение. Ну, в этом направлении лженаставники встречаются не так уж редко. В первую очередь речь идет о платных мероприятиях, тренинге, семинаре, связанные с бизнесом, либо с повышением личной эффективности. Но встречаются варианты и лженаставниках в различных секциях и кружках. Ну, конечно, реже. Тем не менее, последствия могут давать о себе знать, в общем-то, как сразу, так и через прошествие нескольких лет. И вот три основных риска сейчас вы видите на слайде. То есть если их объединить, то по большому счету это зря потраченное время и деньги, и упущенные возможности. Следующий слайд, пожалуйста. Чем же характеризуется лженаставник от обучения? Ну, первое. Достаточно часто он сам не очень профессионален или просто непрофессионален, но позиционирует себя высококлассным специалистом. И своим ученикам он дает такие задания, которые не позволяют им развиваться. Вот на слайде приведен пример нашего коллеги Сергея Николаевича Атанова, который в свое время попал к подобному наставнику. Второй признак – лженаставник не занимается повышением собственного уровня. То есть он годы и десятилетия работает с одним и тем же объемом знаний, примеров, приемов техник. И опасность в этом случае заключается еще и в том, что такой же подход будет передаваться ученикам. То есть они для себя поймут, что, в общем-то, добившись определенного уровня, на этом можно остановиться, успокоиться и, в общем-то, до конца жизни находиться на этом уровне. Следующий слайд, пожалуйста. Третий. Лженаставник не является практикоориентированным. Вот небольшой экскурс в историю бизнес-тренингов. Первые появились после Второй мировой войны, когда люди начали возвращаться к мирной жизни, но каких-то школ, курсов, где учили бы их мирно жить, мирно работать, мирно вести бизнес, не существовало. И вот один из бизнес-тренеров, тренеров, простите, в Европе был Ханс Гольдман. Он в 1946 году провел первый бизнес-тренинг, именно в том формате, в котором мы сейчас привыкли понимать и знать бизнес-тренинги. И тема была примерная, как продавать больше в послевоенной Европе. Далее сфера тренингов начала очень динамично развиваться, и на этом фоне стали появляться, в общем-то, ну скажем, шарлатаны в прямом смысле этого слова. Вот один из ярких представителей, Вернер Эрхард, который активно обманывал население в 70-х годах. На слайде вы можете прочитать некоторые отзывы о его современниках, о его деятельности. Ну, собственно, если очень кратко сказать, то он брал очень большие деньги за свои семинары, но не давал при этом участникам никаких работающих приемов. Следующий слайд, пожалуйста. В искусстве тоже встречаются уже наставники. Первый характерный признак, когда на поверхность выводятся эмоции, и ученик лишается возможности освоить новые техники, какие-то приемы, повысить свой уровень, найти свой собственный стиль. Вот на слайде пример из жизни Зинаиды Гиппиус, которая, являясь представителем литературных кругов, всячески уходила от профессиональных разговоров о литературе, но при этом была яркой эпатажной личностью. Следующий слайд, пожалуйста. Второй признак, который должен насторожить потенциального ученика в искусстве, это своего рода группировки. Вокруг, ну, например, если брать писателей, то это вокруг издательства. И в таком случае перед же наставником стоит задача не найти и привлечь в свою группу лучших учеников, а удержать свое положение в этом клане. У вас на слайде есть замечательный пример того, как русский лингвист Александр Александрович Реформанский подбирался без аспирантов. И вы видите, что третий пункт, один из основных, это вместе выпить. Следующий слайд, пожалуйста. В науке, конечно же, лженаставника легче определить уже сформированному специалисту, поэтому чаще попадают под влияние студенты, которые либо пока еще не могут отделить зерна от плевел, либо находятся в вынужденном закреплении именно за этим научным руководителем. И основные последствия отражены сейчас на слайде, вы можете их прочесть. Во-первых, присваивая себе работы своего ученика, лженаставник лишает его ряда возможностей. Например, установление новых профессиональных связей. Кроме того, ученик теряет время для формирования своего профессионального авторитета. Второе последствие не менее серьезное. Работа ученика может, когда она идет в неправильном русле, она тормозит его профессиональное становление, и опять-таки это выливается в потерю времени. Следующий слайд, пожалуйста. Что особенно отличает лженаставника от науки? Первое. Он завидует потенциалу и результатам своих учеников. И движимый этим чувством может всячески им вредить. Ну, например, он может скрывать истинные цели исследования, он может выдавать задания дозированно, он не предупреждает о возможных рисках и ошибках, но попросту может красть результаты исследований и печатать их под своим именем. Второе. Лженаставник использует потенциал учеников и перекладывает на них свои обязанности. Вот именно перекладывает, а не делегирует. И на слайде приведен пример извечного опыта нашего коллеги Ивана Александровича Познякова, который в начале своего профессионального становления вынужден был работать с таким научным руководителем, у которого был, ну, скажем так, букет вот таких признаков. Третье. Лженаставник принимает, как правило, всех желающих, даже откровенно слабых. Главное, чтобы они были полезны в решении его личных целей, каких-то амбициозных желаний. Четвертое. Лженаставник не ведет собственных исследований, либо его личные изыскания и разработки, они относятся к давнему периоду, и либо не внесли какого-то явного, серьезного вклада в ту отрасль, в которой он работает. И пятое. Лженаставник, как правило, не пользуется авторитетом среди своих коллег, к нему не обращаются за советом и, в общем-то, дают нелестную отзывы. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, собственно, основная часть моего сообщения – это выводы. Первое. Лженаставник никогда не заботится о том, что получит или не получит его ученик. И здесь отличие лженаставника от просто некомпетентного специалиста, учителя, заключается в намеренном и корыстном использовании тех ресурсов и того потенциала, которым ученик обладает в своих личных целях. Второй вывод. Не попасть под влияние лженаставника можно. Для этого нужно обладать, во-первых, критичностью мышления, иметь независимые взгляды и суждения, уметь управлять своими эмоциями. Но этих качеств тоже может быть недостаточно, потому что часто для определения лженаставника нужно выявить различные явные и скрытые признаки. Вот как это сделать? Ну, достаточно задать прямой вопрос о том, какие работы предполагаемого наставника вы можете посмотреть. Если серьезные результаты отсутствуют, то, собственно, лженаставник будет отказываться и использовать для этого довольно слабую аргументацию. Ну, например, что это секретные разработки, или у меня было так много разработок, что сейчас у меня нет даже времени их перечислить, потому что у нас тема совершенно другая, встреча. Ну и так далее. Второй вариант. Бывает, что результаты действительно есть, но они были когда-то давно. И лженаставник использует их, ну и полученные тогда регалии, звания, постоянно вспоминает о них, но при этом не занимается новыми разработками и не повышает свой уровень. Это тоже можно прояснить достаточно просто. Отличный способ, кстати, определить уровень потенциального наставника – это узнать, кто является или являлся его учениками и каких результатов они достигли, а также выяснить у самих этих учеников их мнение по работе с данным наставником. Четвертый способ. Вы можете спросить у предполагаемого наставника, у его цели. Если это не цель всей жизни, то хотя бы профессиональной деятельности или хотя бы на ближайшие 5, 10, 15 лет. Дело в том, что уже наставник имеет своей целью удовлетворение собственной амбиции, получить какую-то нажиться, получить какие-то выгоды, и он поэтому не сможет вам внятно ответить на подобный вопрос. Либо это будут какие-то общие, ничего не значащие фразы. Сразу их поймете. Пятый способ. Можно изучить, как будущий наставник представляет себя профессиональному сообществу. То есть его странички в соцсетях, его публикации, его комментарии и рецензии к работам его коллег, то есть как он их оценивает, что он пишет об этом. Также имеет смысл принять участие в тех открытых мероприятиях, где потенциальный наставник выступает в качестве спикера или в качестве участника. То есть послушать его, посмотреть реакцию других слушателей на его выступление, если он спикер, пообщаться опять же с его коллегами и с теми участниками этого мероприятия, которые знают данного наставника, чтобы получить их мнение. Ну и последнее. В общем-то, на основании личного опыта и изучении биографии множества выдающихся личностей есть очень точный способ распознавания лженаставника. Вот дело в том, что истинные наставники, они достаточно много дают просто так. То есть они не пытаются на этом заработать, они отдают знания, идеи, методики, просто потому, что их призвание – это не заработать, а сделать окружающих лучше, сделать их сильнее и профессиональнее. И им важно не разбогатеть на своей работе, а создать максимальные условия для ее дальнейшего продвижения. Поэтому всегда смотрите, отдает ли что-то ваш потенциальный наставник окружающим просто так. Это верный способ. Ну и третий вывод. Он связан, скажем так, с реалом обитания лженаставника. Чаще всего это все-таки крупные города, где большое количество населения дает возможность обманывать людей годами, просто потому, что аудиторию постоянно можно менять и не встретить одного и того же человека дважды на протяжении длительного времени. Ну, справедливости ради нужно сказать, что, в общем-то, крупные города дают больше возможности встретить истинного наставника, но тем не менее нужно иметь в виду, что крупные города – Москва, Питер, они, Екатеринбург – нужно быть настороже. Ну и последний печальный вывод. К сожалению, все встречи с наставниками в той или иной степени заканчиваются негативно или трагически, как для профессиональной карьеры человека, так и для его личной жизни. Уважаемый модератор, можно переходить к заключительным слайдам. Уважаемые зрители, к вам вопрос. Если все-таки человек попал под влияние лженаставника, то достаточно ли для разрыва этой связи только его силы воли? Или нужны какие-то еще условия и качества? Вот ваши ответы, подкрепленные примерами, оставляйте под этим видео. Я благодарю всех вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!